За сутки в зоне Атони один украинский военный не погиб, трое получили ранения. По данным штаба, на Луганском направлении ситуация резко обострилась. Боевики открывали огонь 26 раз. На третий из них пришлось использование минометов и ствольной артиллерии. Ситуация на Донецком участке линии соприкосновения также неспокойна. Противник 16 раз нарушил режим прекращения огня. При этом в 12 случаях боевики использовали тяжелые вооружения и бронетехнику. Больше всего обстрелов произошло на Мариупольском направлении. Здесь противник открывал огонь 36 раз. При этом большинство из них были неприцельными и с использованием легких вооружений. Национальное агентство по вопросам прекращения коррупции одобрило новую редакцию порядка проверки деклараций чиновников и образа жизни субъектов декларирования. Главная цель доработок – установить достоверность данных, указанных в документах, проверить наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения. Также новый порядок позволит установить соответствие уровня жизни указанным доходом не только декларантов, но и членов их семей. Студенты-переселенцы могут получать социальные стипендии. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины. Их будут выплачивать с месяца обращения и пока получателю не исполнится 23 года. Но есть обязательные условия для получения такой стипендии. Соискатель может претендовать на нее, если не получает академическую стипендию, не находится на полном государственном обеспечении, кроме детей-сирот и лишенных родительской опеки. Напомним, размер социальных стипендий от 750 до 2000 гривен в зависимости от уровня аккредитации учебного заведения. Для назначения стипендии студенты должны обращаться с заявлением к ответственному за прием документов в ВУЗы. Администрация Барака Обама отменила так называемую политику сухих и мокрых ног. Согласно ей, любой кубинец, прибывший в США без визы, мог получить вид на жителей страны. Однако такая политика провоцировала многочисленные преступления, в том числе торговлю людьми. Власти Кубы приветствуют решения Обамы. «Принятие совместной декларации устраняет этот взрывоопасный миграционный кризис. США добивается безопасной, упорядоченной и легальной миграции с Кубы. Это предотвратит торговлю людьми и другие преступления, связанные с нелегальной миграцией. Дискриминирующая политика по отношению к мигрантам из других стран закончилась». Между тем, многие полагают, что администрация Дональда Трампа может отменить решение Обамы. «Трамп публично заявил, что Куба ничего не сделала для благополучия своих граждан, не соблюдала права человека. Поэтому весьма вероятно, что новый президент США изменит то, что намеревается сделать Обама». Теперь кубинские иммигранты, уже добравшиеся до Мексики на пути в США, не знают, что им делать дальше. «Самое худшее, если придется вернуться. Ситуация такая, что не знаешь, куда вести семью, где лучше всего сможешь устроиться». Переговоры об отмене политики сухих и мокрых ног длились между США и Кубой несколько месяцев. Однако общественность узнала об этом только теперь, когда объявили новое правило. По мнению политиков, предварительная огласка побудила бы еще большее число кубинцев успеть перебраться в США. Политика «сухая нога – мокрая нога» вступила в силу в 1995 году. Власти США давали вид на жительство кубинцам, достигшим побережья. Тех, кого обнаруживали в море, возвращали на Кубу.